И к другим темам. 60 тысяч в регионе и ежедневно по несколько десятков новых случаев. Речь идет о сахарном диабете. Сегодня тем, у кого заболевание было выявлено сравнительно недавно, вручали бесплатный глюкометр. Акция была организована одним из благотворительных фондов. Диагноз диабет в Волгоградке Ларисея Приковой поставили всего неделю назад. Причем болезнь выявили, можно сказать, случайно. После скачка давления врачи настояли на полном обследовании женщины, и результаты оказались неутешительными. Для контроля сахара в крови Ларисе необходимо было купить глюкометр. Однако скромный бюджет не позволяет таких трат. Стоимость прибора доходит до нескольких тысяч рублей. Выписали лекарство, глюкометр, чтобы я купила. Я пока не знаю, что за болезнь, не изучаю. Мне дали диск, я просмотрела, как себя вести. Очень приятно, что нас не забывают, что чувствуется поддержка какая-то. В наш регион с помощью областного благотворительного фонда поступило 5000 глюкометров. Все они будут розданы тем людям, у которых диабет обнаружили совсем недавно. Пользоваться приборами самоконтроля им придется по несколько раз в день. На мой взгляд, именно приборы измерения сахара в крови, они очень полезны и для здоровых людей, и для тех людей, которые обнаружили у себя это заболевание. Потому что профилактика и сохранение здоровья – это и является приоритетной задачей. В Волгоградской области сегодня насчитывается почти 60 тысяч больных диабетом. И если инсулин жители получают в рамках льготного обеспечения, то расходные материалы, глюкометры и тест-полоски они покупают сами. Чтобы заболевание не прогрессировало, за сахаром нужен постоянный контроль, говорят медики. Поэтому всегда нужно иметь под рукой такой прибор. Денег всегда на вот эту часть, их достаточно мало. Поэтому, конечно же, это большая подмога глюкометры. Конечно же, это большая подмога для пациентов. Это поможет сэкономить финансовые средства, бюджет области и федерального бюджета. Это финансовые средства для того, чтобы обеспечить еще более полно пациентов больных с сахарным диабетом именно лекарственными средствами. Сейчас идут переговоры еще с несколькими производителями глюкометров, чтобы в качестве спонсорской помощи вручить их Волгоградцам. Тем, кто болеет с сахарным диабетом, но не может себе позволить купить прибор для самоконтроля. Елена Лыкова, Мария Иванченко, Василий Кострыкин. Телекомпания Ахтуба.